Аллилуйя! Слава Господу нашему Иисусу Христу! Приветствую вас, любимая моя, дорогая церковь моя! Пусть Бог благословит вас! Пускай Бог наполнит ваши сердца! Пускай слава Божья будет с вами! Иисус есть Господь! Иисус есть Царь! Он победил, Он живой! Скажи вместе со мной Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Он достоин чести! Господь, благодарю Тебя! Благодарю и поклоняюсь Тебя вместе со всеми верующими! Я превозношу Твое святое имя, и да будешь Ты прославлен, да будешь Ты благословлен! И имя Твое превыше всякого имени, небесных, земных и преисподних! И преклонятся пред именем Твоим все люди! И все, что существует, воздаст славу имени Твоему! Господь святой и славный! Мы превозносим и поклоняемся Тебе! Благодарение Тебе! Аллилуйя! Во имя Иисуса Христа! Аминь! Аминь! Дорогие мои, я люблю Вас, благословляю, скучаю! Но только одно знаю, что у нас есть Иисус! В Иисусе мы все соединены! Мы все часть тела Его! Он глава, а мы тело Его! Церковь Божия! Я Вас всех люблю, благословляю и прошу Господа наполнить Вашу жизнь! Наполнить Вашу жизнь откровениями, мудростью, силой, здравостью, чтобы Господь укреплял Вас! Вы знаете, как больно мне наблюдать, как сегодня имя Иисуса Христа находится в пренебрежении! Во многих местах имени Иисуса не уделяется достаточно внимания! Сегодняшняя моя тема, я бы хотел поговорить с Вами об имени Иисуса Христа! Его имя превыше всякого имени! Его имя славно и сильно! Его имя потрясающе! Его имя, оно имеет огромную силу! Я не знаю, как за несколько минут можно рассказать об имени Иисуса! Но однажды у меня был случай! Мне один знакомый показал записку от начальника ГОРГАИ и там было написано, что типа, ребята, это наш человек и подпись там, ну, какой-то, Кайрат Каратыч! И этот начальник ГОРГАИ дал кому-то записку и говорит, вот здесь его имя написано и все гаишники знают, что меня нужно отпускать! Я подумал, вау! Он говорит, я его лично знаю, он мне дал свое имя! Я увидел, знаете, действие имени! У человека есть имя, этого начальника, и он уже может делать какие-то вещи! Именем Советского Союза! Помните, сейчас этим именем никто не пользуется, потому что оно умерло! Этот Советский Союз умер! Но люди именем Советского Союза, именем, 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 от имени! Когда президент издает указ, он не действует до тех пор, пока президент не подпишет! А что такое подпись? Что есть им подпись? Подпись – это поставить свое имя! Написался бы, с древнего мира знали, что в именах есть огромная сила! И вообще раньше очень кошерно относились к тому, чтобы давать имя ребенку и определять его жизнь и будущее! Мы сейчас не будем говорить о наших именах, хотя наши имена записаны в книгу жизни, хотя он нам дает новое имя, белый камень, новое имя, и мы про это можем поговорить в следующий раз, но сегодня я хотел бы поговорить про имя Господне! Имя Господне имеет потрясающую силу! В Писании очень четко и конкретно нам сказано, что мы должны веровать в имя Иисуса Христа! Если вы будете так любезны, пожалуйста, давайте вместе откроем Священное Писание! Евангелие, это она первая, глава! Евангелие, это она первая, глава, начинается с такие слова, «А тем, которые приняли его», 12 стих, Евангелие, это она, первая, глава, 12 стих, «А тем, которые приняли его, верующие во имя ему, он дал власть быть детьми Божьими». Послушайте, мы веруем, верующим во имя его, мы верим во имя его. Евангелие, это она вторая, глава, 23 стих, «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его». Они уверовали во имя его. Евангелие, это она третья, глава, и 18 стих, и здесь сказано в конце, «Неверующий уже осужден», 3,18, «потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». «Неверующий осужден, потому что не уверовал во имя его». И, ну, я не знаю, веровать во имя Иисуса, еще у меня есть много местописаний, но я не хочу пропустить остальных благословений. Итак, мы веруем во имя Иисуса Христа. Все скажите «Аминь». Скажите вместе со мной вслух, «Я верую во имя Иисуса». Аминь. Второе, покаяние через имя Иисуса. Здесь написано так, «Деяние апостолов», 10 глава, 43 стих. «Деяние апостолов», сразу же идет после, если у вас есть Библия, пролистайте после Евангелии. «Деяние апостолов», 10, 43. «Всякий верующий в него получит прощение грехов именем его». «Деяние апостолов», 10 глава, 43. «Мы получаем прощение именем его». Аллилуйя. Луки 24, 47. Евангелие от Луки 24, 47. «И проповедано быть во имя его покаянию и прощению грехов во всех народах». «Проповедано быть во имя его покаянию и прощению». Послушайте, во имя его мы принимаем покаяние. Аллилуйя. Первое Коринфянам, 6 глава, 11 стих. Первое Коринфянам, 6 глава, 11 стих. Пожалуйста, укруйте. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 11 стих. «Но омылись и осветились, и оправдались». Мы оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа. Мы оправданы именем. Итак, мы веруем во имя Иисуса Христа, мы оправданы его именем. Мы знаем, что спасение только в имени Иисуса. Деяние апостолов, 4 глава, здесь сказаны такие слова. «Нет другого имени под небом, данного человека, которому надлежало бы спастись». Нет другого имени. Имя Иисуса. Превыше всего именем Иисуса. Мы веруем, и мы не должны оставлять. Сегодня многие проповедники сдвигаются от имени Иисуса подальше. Они начинают говорить хорошие проповеди, потрясающие. О благодати, о том, о другом. Они начинают говорить. «Папочка, папочка, отец, отец, папочка». Люди дорогие, у нас есть имя Иисуса Христа. Его имя открывает нам небеса. Доступ к Отцу. Его имя оправдывает. Его имя чищает. «Не оставляй Иисуса Христа!» «Веруй в Господа Иисуса Христа во имя Его». Но мы проповедуем во имя Иисуса Христа. В Деяниях написано, что апостол проповедовал во имя Господа Иисуса Христа. И мы посланники от имени Христов. В Коринфе написано. Дальше. «Мы уповаем, на имя Его уповать будут народы». Матфея, 12 глава, 21 стих. «И на имя Его уповать народы будут». Потрясающе. «Мы живем во имя Иисуса Христа». Давайте, Иоанна, 20 глава. Откройте, 20 глава Иоанна, 31 стих. Сие же написано. «Дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос и Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». Евангелие Таана, 20-31. 20-31. «Имели, веруя, имели жизнь во имя Его». У нас есть жизнь во имя Иисуса Христа. Теперь перейдем к самому веселому. О, слава Богу! «Живу во имя Иисуса Христа!» «Все воскликните со мной сейчас, все вместе!» «Живу во имя Иисуса!» «Аминь!» «Живу во имя Иисуса!» «Аллилуйя!» Потрясающе. В Его имени есть сила, когда Он дает тебе имя. Если кто-то приходит с именем, если кто-то имеет носитель имени, приказ, постановление, там всегда подписывается имя. Ставится ротчерк, врач ставит ротчерк, судья ставит ротчерк. Имя. Но дальше начинается веселье. Бесы изгоняют свое имя Иисуса Христа. Они трепещут перед именем, потому что имя Иисуса, в нем сгенерирована власть. Послушайте меня, пожалуйста. Мы именем Иисуса Христа изгоняем бесов. Твоим именем мы изгоняем бесов. Иисус говорит, если будете моим именем проповедовать чудеса именем Иисуса Христа. Ну, смотрите, Деяние апостолов, 16 глава. Апостолы как делали. И в Деянии апостолов, 16-18. Деяние апостолов, 16-18. Ну, вы заявите. И она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, именем Иисуса Христа. Повелевайте выйти из нее. И дух тотчас вышел из нее. Именем Иисуса Христа. Луки 9, 49. Именем Иисуса Христа мы изгоняем бесов. Мы побеждаем полчища врагов. В Библии очень много. Именем Марка, 16 глава. Где Иисус говорит, 16-17. У верующих будут сопровождать все изнамения. Евангелие от Марка, последняя глава, 16. У верующих будут сопровождать. Именем моим будут изгонять бесов. Именем им будут говорить новыми языками. Аллилуйя. Мы изгоняем бесов. Именем. Именем Иисуса Христа мы исцеляем. Аминь. Возложим руки на больных. И они будут говорить. Возложим руки на больных именем Иисуса Христа. Смотрите. Деяние апостолов. Откройте, пожалуйста. Деяние апостолов, 3 глава, 6 стих. Откройте. Деяние апостолов, 3, 6. Но Петр сказал. Серебра и золота нет у меня. А что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея. Встань и ходи. Аминь. Скажи аминь. А он поднял этого больного именем Иисуса Христа. Потрясающе. Драгоценные мои. Я вижу, как много, много мест писаний в деяниях сказано, что они исцеляли. Ну давайте. Деяние 4, 14, 10. И сказал громким голосом. Говорю тебе. Во имя Господа Иисуса Христа. Стань на ноги твои прямо. И он тотчас скочил и стал ходить. Вот эти все вещи, мы читаем, люди исцеляются, изгоняются бесы именем Иисуса Христа. Более того, Иисус говорит. Используйте мое имя, когда молитесь. Евангелие Таана, 16 глава, 23. У нас хороший такой урок, люди. Вы же слышите меня. Все, слава Богу. Скажи аминь. Я просто показываю вам вот эти тайны, тайны Писания. Тайны в имени заложена сила. Если ты являешься носителем имени Господа. Евангелие Таана, 16 глава, 23 стих. В тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говоря. О чем не попросите у Отца, во имя мое даст вам. Иисус предоставил нам возможность просить у Отца во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Есть столько много мест в Писании. Евангелие Таана, 15 глава, 16 стих. Откройте Евангелие Таана, 15-16. Не вы меня избрали, я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросить у Отца во имя мое дал вам. Аллилуйя. 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 Слава Господу. О слава, о слава, о слава. Более того, мы получаем Духа Святого во имя Иисуса Христа. Утешитель же, Евангелие Таана, 14-26. Утешитель, Дух Святой, которого пошлет Отец, 14-26. Утешитель, которого пошлет Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему. Потрясающе. Драгоценный моим. Мы с вами смотрим на все это и мы понимаем, имя Иисуса имеет потрясающую силу. Мы делаем добрые дела во имя мое. Мы собираемся во имя Иисуса. Мы крестим во имя Иисуса Христа. И все преклонятся. Давайте откроем последнее место Писания. Откройте Филиппийцам, вторая глава. Филиппийцам, с 9 по 11 стих. Будем несколько стихов читать. «Посему Бог и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Перед именем Его преклонится всякое колено». И Бог дал имя превыше всякого имени. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Используйте имя. Давайте встанем все сейчас и будем молиться. Встаньте на свои ноги. Совершим молитву. Совершим молитву. Поднимите свои руки. Скажите «Во имя Иисуса Христа». Господь, мы поклоняемся, величаем Тебя, славим Тебя. Мы призываем Твое имя и мы хвалим Тебя. Ты царь царей, Ты достоин хвалы. Господь, мы славим Твое святое имя. Твое имя превыше всех имен. Твое имя славно, Твое имя сильно. Господь, мы славим. Иисус, Твое имя. Твое имя велико. Хвала Тебе, хвала Тебе. О, мы прославляем Тебя, мы прославляем Тебя. Именем Иисуса Христа. Мы склоняемся перед Тобою, Господь, во имя Твое, и да будет имя Твое проповедано, да будет имя превознесено, да будет имя распространено. Господь используй наши жизни, используй наши ресурсы, используй церковь, СНЛ, наши судьбы, чтобы имя Твое распространялось. Мы служители во имя Твое, мы проповедники о имени Твоем, мы благовестуем и творим дела и чудеса во имя Твое. Имя Твое превыше, поднимите свои руки и славьте, славьте, славьте Царя во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, слава, 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 о слава, слава, аллилуйя. Аминь.